Будущие хозяева квартир собрались во дворе нового дома за час до его открытия. И это было приятное ожидание. Идея построить дом для медицинских работников возникла два года назад. Тогда экс-президент Алроса Фёдор Андреев предложил республиканским властям построить дом для врачей и решить таким образом для них проблему нехватки жилья. В 2014 году было принято такое совместное решение с компанией Алроса с администрацией города Мирного и правительства республики Сахая-Якутия о том, что мы совместными усилиями построим дом для медицинских работников. Финансирование строительства разделили между собой Алроса и республика. Районные власти нашли подходящий участок для застройки. Через год здание было готово. Говорилось много о том, какую роль играет компания, насколько она социально ответственная, насколько она заботится о сотрудниках. Я считаю, что дом, который мы сегодня открываем, является еще одним свидетельством как раз того, что компания действительно планомерно проводит социальную политику. После поздравлений представители всех сторон, принимавших участие в реализации этого проекта, разрезали символическую красную ленту. Девять этажей, 71 квартира. И главная отличительная особенность этого дома в том, что здесь нет ни двух, ни трехкомнатных. Все помещения здесь выполнены в модном начистили квартира-студия. Сегодня штат медперсонала Мирненской центральной больницы укомплектован не полностью. Выпускники медвузов и врачи с опытом в Якутию едут неохотно. Одна из причин – жилищный вопрос. В правительстве надеются, новые квартиры станут хорошим стимулом для иногородних медиков. Благодаря возможности получить служебное жилье на работу в Мирный приехал врач-уролог. Решается вопрос о приглашении эндокринолога, лора и хирургов. У нас уже есть 15 заключенных договоров с врачами, которые будут направлены в самое ближайшее время в Мирный. С открытием нового дома в Мирненской больнице сократится очередь на получение служебного жилья. Сегодня в ней 150 человек. Уже совсем скоро десятки очередников станут новоселами. Первый этаж у нас будет общежитие. Для среднего медицинского персонала там будут койко-места, потому что всем квартиры выделить невозможно. И 8-й, 9-й этаж, 16 квартир мы оставили в резерв для приглашаемых специалистов, потому что нам надо укомплектовать штаты. Предоставление жилья – это весомая мера поддержки работника. И возникает вопрос, а повлияет ли это на качество предоставляемых медицинских услуг? Ведь именно этого от врачей ждет каждый житель Мирненского района.